А вас приветствует вечерний Политпросвет. Сегодня мы поговорим чуть-чуть, предварительно, о сериале кинокомпании HBO Чернобыль. И нашу сегодняшнюю беседу я хотел бы назвать так «Клюквобль» или «Ядерная катастрофа в голове». Сразу предупреждаю, разговор этот сугубо предварительный. Подробно весь фильм «Серию за серией» мы разберем на канале у Дмитрия Юрьевича Пучкова, более известного как «Гоблина». А пока некие концептуальные мысли обо всём этом произведении вместе взятым. Начнём с хорошего. Вот только что отгремела «Игра престолов», но «Хоумбокс-офис» планку не роняет. Более того, ставит её на куда более высокие значения. На этот раз посредством фильма «Катастрофы» «Чернобыль» рейтинги МДБ были буквально порваны там кругом под десятку. 9,6. Моё почтение. Актёрский состав впечатляющий. Валерия Легасова, академика, одного из основных ответственных за теоретическое обоснование ликвидации последствий «Чернобыльской катастрофы» играет лично Джеймс Мориарти из «Гайричевского Шерлока». Заместитель председателя Совета Министров Борис Щербина – это Стеллан Юн Скарсгорд, который украсил когда-то невыносимую лёгкость бытия, охоту за Красным Октябрём, догвиль Ларса фон Триера и даже серию про Тора в «Марвеловских мстителях». Даже на второй план, прямиком из «Гарри Поттера», пригласили Пола Риттера, который сыграл заместителя главного инженера по эксплуатации «Чернобыльской АЭС» и замечательную актрису Эмили Уотсон. Автор и сценарист, правда, с каким-то странноватым, на мой взгляд, резюме, зовут его Крейг Мазин, и нам известно, что он успел отметиться в основном в дурацких комедиях, разной степени накала идиотизма. Это значит «Без чувств», «Два мальчишника», «Поймай толстуху» и «Аж четыре очень страшных кино», ну и тому подобное произведение. Более-менее серьёзная работа у него ровно одна – это «Белоснежка и охотник 2», которую он написал в соавторстве. И вот теперь испытанный мастер пердельных шуток, раскрытие образов тупорылой американской шкалоты и вдумчивого исследования того, как парни нахерачились алкоголем и обдолбались наркотиками на свадьбе у друга, вот это дарование взялось писать историю о чудовищной трагедии, которая оставила горький след в памяти целого народа, напугала, между прочим, весь мир и позволила этому миру явить примеры подлинного героизма и самопожертвования. Режиссёром выбрали Йохана Ренка, который снимал три серии «Во все тяжкие» и пару серий «Ходячих мертвецов», в остальном отметившись лишь в производстве видеоклипов. Казалось бы, вот лично мне казалось, что результат будет немного предсказуем, будет какая-то дрянь, но реальность оказалась несколько иной. Дуэт Мазина и Ренка выдал на свет нечто весьма пристойное по форме, на редкость пристойное по форме. Антураж СССР середины 80-х воссоздан в подробностях. Вот от часов в красном флексиглазе, которые стояли у меня на столе, кстати говоря, точно такие же, я ж подпрыгнул, когда увидел, до «Жигулей», до окрашенных, но и волос, завитых на бигуди у тёток. К матчасти подошли чрезвычайно, вдумчиво и, можно, наверное, даже сказать с любовью. Сделано очень классно. И это огромный плюс. Съёмки местами так ловко стилизованы под реальные кадры, документальные кадры из Чернобыля, что волосы, дыба, у них, правда, немного, но они, поверьте мне, шевелятся. Сама местность до ничтожных подробностей локаций так близко подогнана под ту самую территорию, которая зовётся теперь зоной отчуждения, что аж местами страшно. И это тоже огромный плюс в актив кино. Редко кто так внимательно подходит к географии фильма. И люди, на первый взгляд, показаны с большим уважением. Это симпатичные, иногда наивные, иногда злые, иногда растерянные. Словом, просто люди. При правильной постановке вопроса эти самые люди способны на самые невероятные дела. Как героические, так и наоборот. И это, казалось бы, тоже огромный плюс. Почему, казалось бы, об этом ниже поговорим. К сожалению, не сумели забороть один из типичных голливудских штампов касательно русских. Мы в фильме постоянно хлещем водку. Причём все работяги, военные, ответственные партийные работники утром, днём, ночью, стаканами, из горла, без закуски. Хотелось бы предложить авторам махануть без закуски 200-граммовый стакан посреди рабочего дня. И посмотреть, как в ближайшие два часа ваша работа будет протекать. Ну, просто в виде эксперимента. Впрочем, это, конечно, мелочи. Американцы сами себя постоянно снимают с вискарём. Ну, а нас с водкой такой национальный колорит в их понимании. Иначе народ всерьёз, наверное, ленту не воспримет. Как это, русские? Без водки. При этом, ну, вот почти совсем. Вот почти совсем-совсем нету фигуры кровавого чекиста с маузером. Я всё ждал, когда свидетелей катастрофы автобусами повезут в ближайший карьер расстреливать. А не повезли. Вот такая незадача. То есть, фигуры кровавого чекиста вот ещё бы чуть-чуть и совсем бы не было. Но и тут не смогли. Потому что чекист незримо присутствует всегда. А её тень в форме цифр 1937 сопоставима по размерам с тем, что отбрасывали башни-близнецы в Нью-Йорке. Или бурджа-аль-Халифа в Дубае. Или плотина Гулера в том же самом США. Так как вот личность чекиста заменяет совокупно всё советское руководство и шире вся советская система. Вот так, как её видят создатели кино. Здесь заканчиваются плюсы. Начинаются минусы. Причём минусы настолько жирные, что за их лесом иногда и плюсов-то не видать. Первое. Даже в годы развала и предательства руководство СССР от низового уровня до очень высоких кабинетов никогда не относилось людям как к чему-то малоценному и легко возобновляемому. Они бы и хотели, наверное, и потом захотели и смогли. Но в то время процессы, которые запустили ещё Ленин, а потом Сталин, просто не позволяли так делать. Они организованы были не так. Дело в том, что основная масса населения, трудящаяся, были по факту подлинными хозяевами страны. То есть, их невозможно было физически взять за Чуприну и бросить куда-нибудь подыхать. Скажем, в активную зону. Вот как некий расходный материал. Такого просто не было. Там будет один суперяркий момент про биороботов и ещё один. О обобщении высокого начальства с личным составом. Но о них позже. Конечно, 1986 год – это год торжества бюрократии и лицемерия, которые впоследствии в течение трёх лет уничтожат сперва экономическую стабильность и в течение пяти лет сам СССР. Но, повторюсь, в описываемое время монолог Дятлова, ту ужасную ночь, находившегося на испытаниях на станции. Напомню, это инженер по эксплуатации всей АЭС. Так вот, монолог Дятлова, обращённый к его подчинённым, просто не мог состояться. Дятлов угрожает подчинённым. Ты не будешь работать, если ослушаешься. Ты уже не работаешь. Ни здесь, ни в Ленинграде. Дальше следует перечисление других АЭС. И я прослежу за этим. Ты же знаешь, я могу. После чего сотрудник, буквально обделавшись, помчался исполнять явно самоубийственное преступное требование начальства. Надо полагать, что ужас перед безработицей. Ужас перед всесилием зама главного инженера по эксплуатации пересиливает инстинкт самосохранения и здравый смысл. Вот в этом месте, я считаю, должен раздастся закадровый гомерический гогот всех тех, кто хоть чуть-чуть помнит, как был устроен СССР и как там дела обстояли с безработицей. Тем более, с трудоустройством столь ценных кадров, каким является эксплуатационный личный состав атомной электростанции. И даже очень могущественный человек, зам председателя Совета Министров СССР, Борис Евдокимович Щербина, не мог в принципе угрожать своему подчиненному Валерию Алексеевичу Легасову, как он-то сделал в кино. Или ты мне расскажешь, как устроен реактор, или солдат выкинет тебя из вертолета. Вот так говорит Щербина. Во-первых, Щербина был по образованию инженер. Это образование у него было высшее. И он в общих чертах знал, как устроен реактор. У нас, вы не поверите, школьники знали в общих чертах, как устроен ядерный реактор. Нам это на уроках физики объясняли. И писали, опять же, без подробностей в научно-популярных журналах. Интересно, как так получилось, что Щербина был вдруг не в курсе? Во-вторых, ни зампредсовмина, ни генсек, ни начальник КГБ не мог предложить такого. Ну, в смысле, или расскажешь, или тебя из вертолета выкинут. Потому что, во-первых, солдат, академика из вертолета не стал бы выкидывать. И никого бы не стал выкидывать. Просто потому, что это подсудное дело. Потому что приказать такое может только непосредственный воинский начальник. А не какой-то там зампредсовмина, которого солдат в глаза первый раз видит. Это не его непосредственно начальство. Армия устроена по-другому. Если он кого-то выкидет из вертолета, дальше будет трибунал, между прочим. Поэтому никого он из вертолета выкидывать не будет. И Щербина, прошедший службу в армии, об этом, вы не поверите, знал. Поэтому сморозить такого не мог. Ну, а во-вторых, после подобного выступления, академик, между прочим, не последний человек в СССР, немедленно нажаловался бы по партийной линии. Кстати, с гарантированными санкциями после этого, гарантированными подробными словами бросаться у нас никому было нельзя, тем более в адрес академика, который, между прочим, повторюсь, ценнейший в стране кадр. Ну и, конечно, в советском человеке ответственно заявляют, готов это подтвердить тысячами фактов. Не было ужаса перед властью. Это чушь, фигня, брехня, ложь, враньё. Не только страха перед властью не было. Почтение перед властью было куда меньше, чем она реально того заслуживала. Даже в 80-е годы. Второе. Отношения с властью в СССР никогда не строились на чувстве взаимного страха и глубокого недоверия. Этого просто не было. Даже в героические годы, подчёркиваю, даже с тремя восклицательными знаками, в героические годы типа 1937 и 1938 подавляющее большинство населения, зная о существовании репрессий, не применяло понятие репрессий к себе. Просто потому, что сие большинство вообще никак репрессиями не затрагивалось. Никаким краем. Это если мы вспомним о 1937. А если мы вспомним о 1986, о страхе перед властью в это время, рассуждать просто смешно. Надо помнить ровно следующее. Народы Советского Союза были одними из самых защищённых в мире в социальном плане. Возможно, где-нибудь в княжестве Монако и в Лихтенштейне социальные гарантии были выше, чем в Советском Союзе. Это такие огромные государства, размером с Красногвардейский район, приблизительно так, у нас в городе Ленинграде. Ну а если посмотреть вовне, то в плане военном советские люди были самыми защищёнными в мире. Самыми защищёнными. И если обратить внимание на контекст, на собственный контекст, то всегда надо иметь в виду тот простой факт, что народы СССР за всю свою историю в массе не жили так сыто, богато, безопасно и покойно, как в конце 60-х, в середине 80-х годов. Это был по-настоящему золотой век простого человека. К моменту Чернобыльской трагедии в СССР выросло поколение абсолютно уверенных в себе и в собственном завтрашнем дне людей, которые не мыслили категориями неотвратимой опасности, в том числе исходящей от власти. Власти не были опасностью в СССР. Власти были частью безопасности. Власти серьёзнейшим образом доверяли и серьёзнейшим образом на неё рассчитывали. Это было вполне искренне и, между прочим, почти всеобщим чувством. И вот в таком историческом фоне нам показывают буквально следующее. Министр угольной промышленности Михаил Иванович Шадов приезжает в Тулу к шахтёрам. С ним приезжают два автоматчика. Шадов красивый, молодой, в таком прям костюмчике, явно каком-то английском, прям по фигуре сидящем. Великолепно. Короче говоря, этот прекрасный творческий коллектив начинает уговаривать, запугивать, буквально передёргивая затворы Тулу к тульских шахтёров, чтобы те ехали копать туннель под реактором. Вот Михаилу Шадову в описываемое время было 59 лет. Сравните его, пожалуйста, с физиономией актёра Майкла Колгана, который его сыграл. Ну, это так, к слову. Если отвлечься от того, что Шадов прекрасно умел разговаривать с людьми и, кстати говоря, отлично знал шахтёр как коллега, вот в отличие от этого дегенеративного юного хлыща в шикарном костюмчике, то поговорить надо вот о чём. Шахтёры это военно обязанные мужики. А значит, на ликвидацию аварии их призывали повесткой из военкомата, причём повестка приходила не по домашнему адресу, а на работу в отдел кадров, так что, если бы даже возникло сильное желание, отвертеться бы не вышло. Вот так эта система работала. Никакого министра в шахте с двумя автоматчиками быть не могло. Это просто бред. Тем более, что на ликвидации работали далеко не только тулики. Шахтёры работали буквально со всей страны, включая, между прочим, и Украину. Это надо понимать, что Шадов в каждую шахту лично ездил уговаривать людей. Ну, не смешно ли? Да, и что ему ответили киношные шахтёры? А вот что. Вот вытерли ему прямо эти грязные рабочие руки, а его белый костюмчик, а его белую рубашку, а его холёную харю и сказали, что это, во-первых, это наша Тулай, наша шахта. Наша Тулай, наша шахта. А вот ты теперь, измазанный в этом самом угле, настоящий угольный министр, после чего поехали ликвидировать аварию. Но понимаем, что этого не было и быть не могло. Это аллегория, которая введена в фильм зачем-то. Она должна нам что-то сказать. А говорит она ровно одно, что власть может общаться с людьми в Советском Союзе только через прицел автомата. И чуть что угрожает расправой. Вот как эти автоматчики, которые по приказу готовы вытирать от нее грязь. И слава богу, что они этого самого киношного шадова не повалили и ногами не затоптали. Ну, потому что ноги несколько грязнее. Вот вытирать от нее грязь просто при первой возможности. Вот о чем нам хотели сказать этой мощной аллегории. Такая у них симвология. Вынужден доложить. Советский человек, в среднем конечно, это человек прошедший весьма конкретное воспитание. В это воспитание была включена и служба в армии, которая проходила большинство мужского населения и часть женского, кстати говоря, населения. В ходе воспитания советскому человеку крайне доходчиво объясняли, буквально вдалбливая в мозжечок, что за народ и родину возможно придется умирать. Возможно. Так это сделали совсем недавно. для 1986 года это было особенно недавно. 27 миллионов наших сограждан в 1941-45 годах. Не хотелось бы, конечно, чтобы пришлось умирать, но уж если придется, надо встать на рабочее место или боевой пост и отдать ради общего блага вообще все, включая жизнь, не задавая вопросов о том, какая яркая ты индивидуальность и нужно ли это лично тебе. Это нужно обществу, которое вырастило тебя, выкормило и выведет в жизнь твоих детей. Вот многие не поверят, но это железно работало. Абсолютно железно. В том числе в Чернобыле, куда, между прочим, люди рвались добровольцами со всей страны. А чуть позже, в 1988 году, то же самое произошло в Армении в Спитаке, если вам о чем-нибудь говорит этот топоним. Вот там, где до ликвидации последствий чудовищного землетрясения работал все тот же Щадов, кстати говоря. И вот так создатели сериала вытерли свои грязные руки о реального Щадова, между прочим, очень достойного человека, о реальных ликвидаторах, еще более достойных людях, и о реальный советский народ, то есть о нас, о меня, о тебя, о всех, кто родился, между прочим, в это время и жил. И подобное прослеживается через весь сериал в разных мелких крупных эпизодах. Третье. насчет людей биороботов. В ходе расчистки крыши четвертого блока после взрыва от радиоактивных графитовых обломков роботы программируемые ли на радиоуправлении ли выходят из строя из-за высокой радиации, то есть их используют, но недолго. И тогда принимают решение использовать людей в защитных костюмах. И тут академик Валерий Легасов называет их биороботами. Говорит, железные роботы не справляются, так давайте используем биороботов. Чувствуете намек? Я чувствую. Это у нас бабы еще нарожают и прочие хрестоматийные страшилки. А мне бы хотелось со своей стороны авторов спросить, если роботы выходят из строя, а крышу нужно от обломков все-таки чистить, причем чем быстрее тем лучше. Какие могут быть варианты? Не чистить крышу от фонящих радиоактивных осколков. Нет. То есть крышу все-таки нужно чистить и роботы не справляются. Значит нужно волшебников в голубом вертолете позвать, чтобы он бесплатно показал всем кино, дождаться Деда Мороза. Ах, да, конечно, самое главное средство пройти крестным ходом, оно видимо должно помочь. Нет? Тогда придется идти людям, а кому еще? То есть если никто кроме живых людей этим заняться не может, придется им, как бы это не было неприятно. Только делали это не биороботы, и биороботами этих людей никто не называл, это делали добровольцы. Я перевожу, доброволец, это тот, кто пошел в опасное место, в частности, вот на эту жуткую крышу, по собственному желанию. Сам вызвался, сам, без принуждения. Докладываю уважаемому сценаристу, и его консультантам, если таковые были, загнать человека в фонящую радиации зону под дулом пистолета невозможно. Просто потому, что образованный советский паренек после уроков физики и после уроков истории, где ему много раз и доходчиво рассказывали про Хиросиму, точно знает, что лучше пуля в голове, чем острая лучевая болезнь. Поэтому паренек шел в зону сам. Понимаете? Сам. Его никто не мог заставить туда пойти. Это противоречило и здравому смыслу, почему смотри выше, и законодательству. А шли они только по одной причине, потому что со школы эти пареньки знали никто, кроме нас. Вот так это работало в СССР. Кстати, идет интересно, а почему ни в одном фильме американском, который посвящен трагедии Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, не показано это страшное, бездушное, все поглощающее, изжирающее живых людей машина американской бюрократии, который посылает живых пожарных и полицейских в горящие небоскребы, зная, что вот-вот они рухнут и похоронят их под собой. Нет, а показывают героев пожарников и героев полицейских, которые по приказу героического начальства идут выполнять свой служебный долг, а именно спасать людей. Собственно говоря, зачем всех перечисленных граждан и кормят, платят им зарплату. То есть, они там располагают свой долг и вроде бы это никого не удивляет и почему-то власти нормальные, а у нас в Советском Союзе. Этим занимаются биороботы по приказу, ну даже не знаю, это не власти, это какие-то людоеды, какие-то конченые мрази. Почему такая вот странная получается разница между благословенными американскими властями и героическими пожарниками и нашими биороботами, которых возглавляют упыли? Кстати, американцам вообще не худо бы вспомнить собственных биороботов. Я говорю, например, о самых первых из них, а именно о солдатах морской пехоты и матросах, которые без малейшего инструктажа, без предупреждения о том, что такое радиация, без намеков на защитное снаряжение были посланы на корабли мишени после испытания атомной бомбы на атолле Бикини в ходе операции перекресток в 1946 году. И что с ними после этого стало? Вот это, между прочим, модус поведения нормального буржуазного правительства США. Вроде бы как ничего там не говорили про биороботов, а поступали именно так, как с биороботами, абсолютно в тёмную. Ну или давайте вспомним операцию Castle Bravo, когда долбанули 15-мегатонную водородную бомбу, предельно грязную, после чего на северном краю атолла Ренгелап за 192 километра от Бикини уровень радиации достиг величины в тысячу рентген в час. Тысячу смертельные, абсолютно смертельные дозы для человека 600 рентген, то есть после этого уже не выживают. Облучением подверглись 64 жителя Ренгелапа, 18 жителей атолла Алинина, а, извините, Алинина, сложные слова. При этом американские военные не откладывать испытания не стали, зная, что ветер дует в сторону обитаемых атоллах. И островитян не предупредили об испытаниях и о том, что из себя представляет радиоактивная пыль. Кстати, после взрыва этого самого Кастл Браво, бомба под названием Креветко, там засрала едва не половину Тихого океана. И, кстати говоря, под раздачу попали некоторые японские моряки, которые тоже умерли в страшных мучениях. Что вы про это кино не снимете? Я не понимаю, зачем вам нужно снимать про Чернобыль? Впрочем, я знаю почему. Наконец, четвертое. Якобы, это, по-моему, самое главное, якобы эта советская бюрократическая система стала причиной катастрофы в Чернобыле. Вот об этом нам рассказывает вообще весь фильм с первой серии до последней. То Анатолий Дятлов, уже поминавшийся нами, в ходе значных испытаний просто отчаянно хамит подчиненным, называя их бабами прямым текстом, советуя засунуть язык в жопу и работать, ну и так далее. Кстати, докладываю, что после такого обращения подчиненные посоветовали бы товарищу Тятлову пройти для начала в медпункт, немного охлануть, а, скорее всего, настучали бы на него начальство, чтобы очень плохо закончилось. Так с подчиненными разговаривать никто в Советском Союзе не мог себе позволить. Никто, тем более на атомной станции, где работала реально элита общества, самые образованные люди в стране. Значит, начальник станции Брюханов отказывается вообще верить в серьезное положение и докладывать наверх. Думает, что просто пожар. Да, он в самом деле сначала думал, что это просто пожар, как, в общем-то, и все. Но потом-то что? Брюханов, между прочим, возглавил борьбу по ликвидации аварий непосредственно, прямо тут же, на месте. То в Москве, спрятавшись в адский подземный бункер с портретом Ленина на стене, размышляют, а стоит ли вообще эвакуировать место населения? Или может, ну его нафиг, может быть, так международный престиж пострадает? Натурально. Нас показали шимпанзе с гранатой. Об этом в последней серии на суде сказал киношный Валерий Легасов, который сказал, что это ложь. Реакторы, построенные из-за лжи, на лжи, в лживой стране, с лживой властью. Это почти точная цитата. Вот эти вот реакторы, построенные на лжи, неплохо. Можно я, как специалист по лжи, насвищу вам пару реакторов? Вы их потом продадите. Это же вам не Вестенгаус какой-нибудь. Это советский человек насвистел. Да. Так вот, это вот прямым текстом рассказывает нам киношный Легасов про реакторы, построенные на лжи. Вот так, чтобы кто-нибудь не запутался, исходя из просмотра первых четырех серий. Так вот, да, мы в этом фильме шимпанзе с гранатой. Никто ни хрена не знает, никто ни в чем не разбирается, никто не в состоянии принять самостоятельного решения и все отчаянно трусят, как бы чего ни вышло и как бы не заругал начальник. И так по всей пирамиде сверху донизу. Причем пирамида вся показана так, что она работает по принципу толкни ближнего на сри на нижнего. Вот, натурально. А там наверху сидит какой-то выживший из ума партиец, который несет какую-то чушь про верную дорогу идете товарищей и Ленин нас всему научил. Ну и, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев, который тоже отчаянно трусит и никак не может поверить, что все пошло так, как пошло. Ну, хоть одно слово похожее на правду. В самом деле Горбачев очень долго отказывался верить в масштабы аварии, думая, что все-таки это пожар, а так как пожар довольно быстро потушили, значит, как бы все в порядке. Докладываю, взрыв прогремел в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. К 14.00 27 апреля город Припять все 48 тысяч человек были эвакуированы в полном порядке. Кстати, по распоряжению того самого Щербины, который в кино там все время чешет репу и ковыряет носу, думая, эвакуировать, не эвакуировать, эвакуировать, не эвакуировать, отчаянно хамяя и угрожая коллеге Легасову в это время. Потом эвакуировали 30-ти километровую зону вокруг станции. Просто не было в реальности этих канцелярских зомби, которых показали в сериале. Не было. Были люди, которые много и напряженно работали. Да, иногда совершали ошибки, но поступательно работая. Это была натуральная мобилизация, как на войну. На войне бывают потери, на войне совершают ошибки и на войне воюют, вот тут сражались с радиацией и так далее. Пятое. Со страшной силой обгадили советскую армию. Просто со страшной силой. Сборище дегенератов, которые в основном заняты тем, что обматывают яйца самодельными свинцовыми трусами, непринывно хреначат водку ящиками буквально на боевом посту. Ходят расхристанные и вооружены винтовками Мосина Второй мировой войны. То есть я такого не видел да, наверное, никогда. Даже в прекрасном фильме Красный рассвет у нас советская армия показана гораздо лучше и страшнее. Вот в заключение сериал представляет из себя отвратительный пример пропагандистского продукта. Тем более он омерзителен, что завернут в очень пристойную внешнюю обертку. Она в самом деле более чем хороша. HBO умеют снимать фильмы как драматическое произведение. Опасность фильма именно в этом он является клюквой. Причем отвратительной клюквой. Но он выглядит как серьезное драматическое полотно. Не сразу скажешь, что это клюква, не зная в подробностях, чем был настоящий СССР. А в кино это отвратительная страна с мерзавцами во главе, которые представляют опасность для собственных граждан в первую очередь и всего мирового сообщества. Вывод. Надо избавить во-первых мировое сообщество, а во-вторых этих симпатичных тупых алкашей, то есть нас с вами, от этой угрозы. Так как СССР уже 30 лет как нету, а подобное крайне профессиональное и очень дорогостоящая клюква выходит на экраны, это зачем-то кому-то нужно. иначе иначе в нашем мире ничего не бывает. А нужно оно ровно для одного напомнить всем, что ничего не закончилось, что между Балтийским морем и Тихим океаном до сих пор живут симпатичные алкаши на пространстве омерзительной страны, которая возглавляет все та же мерзота в ВХЦ из КПСС. И по-прежнему надо до конца избавить этих милых симпатичных алкашей от их омерзительной страны вместе с опасными реакторами, атомными бомбами, подводными лодками, ракетными крейсерами, собственно ракетами и прочее, 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 прочее. Это кино не про СССР, которого уже 30 лет как нету. Это кино про современную Россию. Вот в чем дело. А если бы американцы хотели снять качественную катастрофу, у них во-первых всегда существует вариант снять катастрофу атомной электростанции на Татуине, тогда вообще бы вопросов не было, потому что кто знает, как общество организовано на Татуине. Ну или своей фактуры хватает. Вот посмотрите, пожалуйста. 1951 год. Детройт. Авария исследовательского реактора. Перегрелся расщепляемый материал в результате превышения допустимой температуры. Воздух загрязнен радиоактивными газами. 1959 год. 24 июня. Расплав части топливных элементов в результате выхода из строя системы охлаждения на экспериментальном реакторе в Санте-Сюсане, штат Калифорния. 1961 год. 3 января. Взрыв пара на реакторе около Айдаха-Фоллс, штата Айдаха. Трое погибших. 5 октября 1966 года. Расплавление активной зоны в результате выхода из строя системы охлаждения на реакторе Энрика-Ферми около Детройта. 19 ноября 1971 года. 200 тысяч литров радиоактивной воды из переполненного хранилища отходов реактора в Монт-Джелло, штат Миннесота, вытекло в реку Миссисипи. 1979 год. 18 марта. Атомная электростанция Три Майл-Айленд, знаменитая. Расплавление активной зоны из-за потери охлаждения реактора, выброса радиоактивных газов в атмосферу и жидких радиоактивных отходов в реку Сакаухана. Эвакуация населения из зоны бедствия. 7 августа 1979 года около тысячи человек получили дозу в 6 раз выше нормы в результате выброса высоко обогащенного урана с завода по производству язерного топлива возле города Эрвинга, штат Теннесси. 1982 год 25 января разрыв трубы парогенератора на реакторе Джина около Рочестера выброс радиоактивного пара в атмосферу. 30 января 1982 года чрезвычайное положение на атомной электростанции около города Антарио штат Нью-Йорк авария охлаждения реактора утечка радиоактивных веществ в атмосферу 28 февраля 1985 года на атомной электростанции Саммер Плант достигнута критичность раньше времени имел место неуправляемый разгон реактора все могло закончиться очень плохо 1985 год 19 мая АЭС АЭС Индиана Пойнт 2 около Нью-Йорка принадлежит компании Консолидейтед Эдисон утечка радиоактивной воды авария из-за неисправности в клапане несколько сот галлонов покинули пределы АЭС 1986 год Уэберс Фоллс взрыв резервуара с радиоактивным газом на заводе обогащения урана один человек погиб 8 ранено обснимаетесь или про фокусиму снимите например где замечательные реакторы Вестинггауза оказались очень безопасными настолько безопасными что японцы до сих пор жидко гадятся и думают что с ними делать но нет вспоминать надо про Чернобыль не про все вышеописанное не про фокусиму не про толбикини и испытания Кроссроуд и Кастл Браво не про башни близнецы нет надо вспоминать про Чернобыль надо харкнуть на память русского социализма а заодно напомнить всем что ничего не кончилось все продолжается пока существует эта мерзкая страна населенная тупыми алкашами то есть нами ну и вместо паскриптума может быть вы помните как в последней серии на суде Валерий Легасов устроил презентацию при помощи стеллажа и пластмассовых табличек я даже не знаю с чем это сравнить пластиковые таблички с несложными названиями красные про плохое синие про хорошее блин творцы в советском суде 1980-х годов такого быть не могло там заседали образованные люди большинство из них с высшим профильным образованием не тупые американские школьники которые поглощают подобный вашему продукт и ставят десятки на МДБ не жертва российского ЕГЭ современные которые без картинки вообще ни хрена понятнее в состоянии причем картинок должно быть немного штук 15 это максимум чернобыль чернобыльскую аварию расследовали люди умные эрудированные и предельно компетентные с высоким интеллектом а значит способностью к анализу информации им никакие идиотские таблички были не нужны зато они нужны вам уважаемые творцы что ярко свидетельствует о вашем интеллектуальном уровне и об уровне всего этого фильма которому видите ли теперь все десятки ставят и говорят что он гораздо лучше чем Игра Престола но с последним нельзя не согласиться на сегодня все вечерний политпросвет прощается с вами